Коряво, но убедительным. Александр Лукашенко отмечает 25-летие своего правления и уходить на пенсию не собирается. Мы собрали самые яркие цитаты белорусского лидера и узнали, что о нем думают белорусы. Эпоха Лукашенко. Ровно четверть века назад Александр Григорьевич, которому 30 августа исполнится 65 лет, принес присягу президента Беларуси. Менялись цены, деньги, чиновники, но глава государства остается оплотом стабильности, шутят в республике. Лукашенко прошел путь от председателя колхоза до батьки, практически отца народа. В мире его прозвали последним диктатором Европы. А в историю он войдет в том числе своими крылатыми фразами, такими как «я атеист, но православный атеист» или «белорусы жить будут плохо, но недолго». Я часто говорю, в законах все не пропишешь. А когда не прописано, делай справедливо. И я справедливость ставлю выше любого закона. Сегодня, извините меня, долбень женится, он же не может не то что корову от козы отличить или от коня, он же не может молоток от топора отличить. Виделся в Эстервере, что я там высказался, что я не приемлю, как это называется это, гомо, гомо, не мужик с мужиком, это что? Вот чем отличается белорус от русского? Мало того, что это белорус, это русский со знаком качества. Русский человек, это человек, который вот не глядя рубашку рванет и пойдет. Белорус, он хитрее. Он так это посмотрит, посмотрит, но все равно рубашку рванет. А если русский пошел впереди, ну точно не остановится. У нас это не принято. Никому не удастся нас наклонить. Никому. Всякий рост цен сегодняшнего дня должен жестокайшим образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера. Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный диктатор в Европе. Нравлюсь я вам кому-то или нет, не вам решать. Хорош я, плох, меня избрал народ. Уважаете белорусский народ, терпите Лукашенко. Бизнес-файма спросила у жителей Белоруссии, чем им запомнится четверть века при Лукашенко. Жительница Минска Светлана. Ну, если по группам социальным говорить, то у пенсионеров, я считаю, пенсия низкая. Что касается занятости, то в работе тоже так не все однозначно. Заработные платы не очень высокие у большинства. Минск, например, стал краше. Ну, а что касается президента, он тоже, конечно же, менялся. Как-то так он больше адаптировался. В внешней среде, и кажется, что лучше у него нынче получается. Хотя я никогда не была сторонницей его. Конечно же, особенно село. Плохо живет все, тяжело. Заработная оплата очень низкая. Им не своевременная выплата. Это в основном остались только пенсионеры или люди предпенсионного возраста, которым некуда уезжать. Ну, средняя пенсия, если в долларах переводить, это где-то в районе 260 долларов. Частный гид в Бресте – Инна. По уровню, если брать в среднем, то не сказать, что у нас ситуация настолько благоприятна, как это кажется для тех, кто к нам приезжает. Большинство людей хотят, конечно же, смены власти. Я тоже за это. 25 лет – это уже слишком много. Нужно уже отдавать власть. За последние, по статистике, лет 7 у нас уехало рекордное количество людей. И полтора миллиона человек из Белоруссии. То есть это очень много для нашей страны. У нас всего 9,5 миллионов на сегодняшний момент. Внешне все хорошо, все красиво, но все равно большинство людей не устраивает уровень жизни, уровень зарплаты, поэтому пытаются искать лучшей жизни. Житель Минска Евгений. В России было тяжело, более жестко. А здесь, в Белоруссии, более какой-то такой вот спокойный уголок. И, наверное, все вот это ценили. И, наверное, как должное воздавали это президенту, потому что тот не переходит в каких-то линиях. В дальнейшем удивительно. Его власть укреплялась. Человек в какие-то свои, может быть, недостатки образования и так далее компенсировал, я бы сказал, интуитивизмом. То есть человек не просто отцепился, держится власть, как вот оппозиция говорит, а человек сумел вот эти процессы взять под контроль даже при недостатке образования и так далее. Наблюдая вот длительные годы, вывод вообще образовался такой, «Ну да, сержант может командовать дивизией». Это абсурдно, конечно, но оно реально. В общем-то, устойчивость этой власти, этого режима, вызвана тем, что в годы, скажем, очень волнительных и важных событий он устраивал Россию. Но их жизнь заставят и потихоньку, мягко, но подводят к тому, что вопрос ставится ребром. Ты или сюда, или сюда. Парламентские выборы в Беларуси пройдут в начале ноября, президентские в 2020 году. В пятый раз Александр Лукашенко был переизбран президентом. В октябре 2015-го он набрал тогда более 83% голосов. Путин и Лукашенко высказались на тему объединения двух стран. Как выразился белорусский президент, «Можем хоть завтра объединиться, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» В свою очередь глава российского государства заметил, что полностью независимых государств нет. Эти заявления лидеры России и Белоруссии сделали после трехдневных переговоров в Сочи, которые проходили с глазу на глаз. «Мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы? Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я не о независимости говорю. Для меня независимость – это понятие относительное. Полностью независимых государств в мире просто не существует. А я добавил, что даже Россия. Ну, все, все очень большие и малые страны. А современный мир – это мир взаимозависимости. Посмотрите, что происходит, скажем, в Западной Европе. Там Европарламент принимает обязательно для исполнения всеми членами ЕС решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик. Ну, вот это что, разве это независимость? Или, скажем, военные союзы такие, как НАТО? Что, вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Ну, вот сидят, помалкивают, где их суверенитет. Лукашенко также сказал, что не обсуждал с Путиным тему налогового маневра, цитируя белорусского президента. Мы по-прежнему даже это слово не промолвили за эти три дня. Между тем, налоговый маневр – одна из ключевых тем в переговорах Москвы и Минска. Россия постепенно повышает внутренний налог на добычу нефти и снижает экспортную пошлину. Из-за этого российское сырье становится для Белоруссии дороже, и за это Минск хочет получить компенсацию. Мы обсудили заявление Путина и Лукашенко с политологом Георгием Бофтом. С ним беседовала Ирина Савельева. Вот, если честно, положа руку на сердце, вы верите, что Лукашенко, когда говорится, что не обсуждал с Путиным налоговый маневр? Ведь можно же не обсуждать подробно, а сказать, что мы там дадим поручение правительству и межправительственной группе, и они там договорятся по деталям. Так что можно и так сказать, что и не соврешь. С другой стороны, и правду не скажешь. Конечно, он за этим сюда приехал. Но, в первую очередь, Путину были интересны, я думаю, политические вопросы. Крепость политического союза с Белоруссией, чтобы она перестала заигрывать с Западом, и с Украиной в том числе. И это создаст благоприятную атмосферу для переговоров уже по всем другим техническим вопросам, и экономическим в том числе. На ваш взгляд, удалось ли им действительно на чего-нибудь договориться? В традициях Лукашенко после отъезда из Москвы или из Сочи немножко отыгрывает назад то, что он тут наобещал. Но какие-то действия, я думаю, он предпримет. Вот, например, накануне визита он вдруг одернул Польшу за то, что он обрецает оружием. Еще могут быть какие-то символические действия. Я сейчас на Мюншкинской конференции по безопасности поехал, там, по-моему, замминистра, они отправили туда иностранных дел. Он там что-то скажет, такое было приятное для России. Посмотрим. Это все российско-белорусские отношения, это отношения нюансов, отношения двух лидеров, которые во многом строятся на личных отношениях. Вот в чем дело. Они не столько системные и не столько институциональные, сколько отношений Путина и Лукашенко. Георгий Буфт, какие именно вопросы и в каком ключе могли обсуждать президенты, говорит директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин. Видимо, Москва отошла вот от той завышенной переговорной позиции, которую она заявляла в конце прошлого года, когда речь шла вообще о грядущем скором объединении двух государств в рамках реально работающего союзного государства. И, наверное, после этого господин Лукашенко почувствовал некоторое облегчение. И вопросы были перенесены на более низкий уровень. То есть вопрос, как Россия в очередной раз де-факто проспонсирует избирательную кампанию господина Лукашенко. Интерес со стороны России, как Белоруссия будет себя вести в контексте выхода США из договора РСНД. Роль Белоруссии как военного плацдарма российского на европейском направлении повышается. Ну и, наверное, обсуждалась позиция Белоруссии как раз по таможенным вопросам. Вообще и в частности роль Белоруссии в российско-украинском транзите. По вопросу дальнейшей интеграции не удалось договориться, но, наверное, российская сторона и не педалировала тему. Иначе господин Лукашенко не делал бы таких заявлений, что я, в принципе, не против, но вот как народ решит. А что касается остальных вопросов, я думаю, что если бы на белорусскую сторону жестко давили, заставляя делиться активами, вот в сфере нефтепереработки и машиностроительными активами, то господин Лукашенко выглядел бы менее удовлетворенным. А вот как тогда можно объяснить заявление Путина о том, что полностью независимых стран не существует? Наверняка же он имел в виду интеграцию. Нет, он имел в виду, наверное, как раз вот этот вопрос дальнейшей экономической интеграции, то есть того, чтобы российский государственный бизнес дальше входил в экономику Белоруссии. Потому что белорусские власти на протяжении уже лет 15 очень серьезно сопротивляются приходу российских крупных компаний, которые тогда уже были государственными, сейчас они тем более государственными, в ключевые отрасли белорусской экономики. Нефтепереработка, удобрения и машиностроительные отрасли. Вот Владимир Путин намекает, что здесь неплохо было бы подвинуться и чуть-чуть поделиться. Павел Салин. После переговоров Путин и Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей. Это произошло на сочинской арене Шайба, куда лидеры отправились после совещания в образовательном центре «Сириус». Убва президента играли за команду «Тигров» против команды «Медведей». Путин выступал под номером 11, Лукашенко под номером 1. На лед вышел также сын белорусского лидера Николая, причем тоже под первым номером. Матч тренировочный, поэтому прошел без зрителей. Хоккейная команда Путина и Лукашенко выиграла со счетом 16-1. Российский президент оказался самым результативным. Игроком на его счету 7 шайб также отличился и Николай Лукашенко. Он забросил 3 шайба.